Домашние животные В чем же преимущество и недостатки этой собаки? Предки корги овчарки, скрещенные с маленькими собаками ради получения маленького животного, способного безболезненно пробегать под коровьими копытами, но обладающего при этом силой и характером овчарки. По большому счету корги такая же овчарка, только меньше размера. Взрослая особь достигает фолку всего 30 сантиметров. Основные плюсы породы. В отличие от овчарок своих предков, корги не занимают очень много места и подходят даже для содержания в городской квартире. Их перенос и перевозка не требуют излишних усилий, потому что найти переноску для такой маленькой собаки гораздо проще, чем для большого кобеля. Миролюбивость. Предварительно корги не испытывают ровным счетом никакой ненависти никому, кто их окружает, будь это люди или другие животные. Если глядя на фотографии вам кажется, что корги улыбается, скорее всего так и есть, потому что это одна из самых жизнерадостных собак. Разумеется, если она почувствует что-то неладное, она даст об этом знать, залаев и напав на потенциального обидчика с разной степенью успеха. Преданность. Попадая в семью, корги, как и многие собаки, выбирает себе одного хозяина, к которому привязывается больше остальных. К прочим членам семьи собака будет относиться с не меньшей лаской, не проявляя к ним излишней ревности и положительно реагируя на попытки общения. Благодаря своему внешнему виду, корги становятся любимцами малышей и без возражений терпит попытки играться и обниматься. Адаптируемость. Корги не относятся к привередливым собакам, впадающим в апатию при смене обстановки. При переезде или даже недлительной поездке у пса не возникает никаких отрицательных ощущений. Он быстро привыкает к новой обстановке. Живой ум. Корги легко поддаются дрессировке и обладают высоким интеллектом, ровно как и все овчарки. Этот же интеллект позволяет им уловить слабые места хозяина, если тот начинает их показывать. И потенциально дает им мотивацию возвыситься над хозяином и выстраивать отношения именно таким образом. Чтобы этого не допустить, корги нужно строго воспитывать, не позволяя природному обаянию пса затмить ваш рассудок. Ненавязчивость. Хотя пес, корги не имеющий занятия, начинает откровенно скучать и может навредить имуществу хозяина, в целом эта собака довольно тактичная и ненавязчивая. Если она почувствует, что хозяин не готов с ней играть, она не будет настаивать или обижаться. Хотя не факт, что занятие, которое придется ей по душе, понравится ее хозяину. А вот и главные минусы данной породы. Кусаются за пятки. Изначально корги помогали пастухам и, гоняясь за овцами, собирая их в стадо, покусывали им лапы. Эта привычка заложена на генном уровне. И они сейчас кусают людей за пятки, пытаясь собрать их в одну кучу. Сами зубы ног не касаются. Это скорее похоже на неприятный щепок. В особенности это проявляется среди юных щенков, которые их еще не воспитали. Но от этой привычки собаку при желании можно отучить. Очень активны. Пастушие прошлое дает о себе знать. И в энергии способность скопиться в этих маленьких собачках. Ее может быть очень много. И если вовремя ее не выплескивать, это может привести к некоторого рода неприятностям. Если не гулять с собакой по три раза в день, она может начать крушить мебель в квартире. Так что если у вас нет на это времени, лучше даже не задумываться над покупкой щенка корги. Весьма прожорливы. Особи корги весьма крупные сами по себе. Поэтому если начать откармливать их словно на убой, они могут запросто ожиреть. С ожирением связаны сопутствующие заболевания. Поэтому отбирать рацион для собаки нужно очень тщательно. Требует тщательного ухода за шерстью. Густая шерсть корги не только их достоинство, но и минус. В особенности для ленивого владельца. Собаку нужно регулярно расчесывать, чтобы шерсть не путалась. А когда она начнет линять, тем более. Не умеют охранять территорию. Существуют бойцовые собаки. Существуют те, кто настолько предан хозяевам, что грозится атаковать, только заслышав опасность. А есть корги, которые любят всех без разбору. Оставлять эту породу охранять дом очень не рекомендуется. Так как излишняя ласка не только не спугнет грабителя, но и подвергнет самого корги опасности. Бесстрашны. Удивительно, но их абсолютная дееспособность к торжевой деятельности спокойно уживается с безумным бесстрашием. Когда дело доходит до общения с другими собаками. В особенности с теми, кто в несколько раз превосходит корги по размерам. Завидев пса, даже если тот не настроен агрессивно, корги может броситься на него с лаем. Поэтому спускать его с поводка не рекомендуется. Пронзительный голос. Если корги начнет лаять, никто и не подумает, что это голос настолько маленькой собаки. Кому-то это покажется достоинством. Но в том случае, если вы предпочитаете тишину, а от громкого лая у вас начинает звенеть в ушах, можно постараться отучить пса от этой привычки. Или не заводить корги вовсе. Высокая стоимость. Так как корги породистые собаки, найти представителей породы даже в приюте очень тяжело. Высокая популярность заставляет заводчиков повышать цены на еще нерожденных щенков. Цена за такую радость может подниматься до 60 тысяч рублей. Конечно, останавливает это не всех, но если вы стиснуты в бюджете, возможно, лучше поискать породу подешевле. Конечно, завести такого жизнерадостного компаньона, как корги, огромное преимущество для тех, кто мечтает о верном друге. Тем не менее, этот верный друг менее самостоятельен, чем человек. Поэтому, как и представитель любой другой породы, требует к себе внимания и заботы. На них они, впрочем, отвечают такой преданной любовью, что становится очевидным. Оно того стоило.